Одна из важнейших серий предсезонных тестов первая формула проходит в эти дни в Барселоне. На трассе в Каталонии многие пилоты имеют последнюю возможность оценить расстановку сил перед стартом чемпионата, а технические специалисты команд могут проверить в деле своей последней разработки. По итогам первого дня лучшее время показал Ник Хайтфильд на BMW Zauber. Далее расположились Кимми Райканен и Ярна Трули на Ferrari и Toyota. Особое внимание в Испании привлекла машина команды Brown GP. Новый только что обкатанный болид без единой рекламы на борту, за рулем которого находился Дженсен Баттон, показал четвертое время дня. И в завершении выпуска напомню главные спортивные темы к этому часу. Хоккей. Кубок Гагарина. Авангард выиграл первый матч у Акбарса 2-0. В другом четвертьфинале Динамо взяло верх на ЦСКА 2-1. Футбол в Лиге Чемпионов сегодня пройдут ответные встречи 1-8. Сразу после этого выпуска смотрите игру Juventus Chelsea. Сборная страны по легкой атлетике теперь, видимо, будет приезжать в аэропорт заблаговременно. Особенно, если летит отечественная авиакомпания. И вот буквально только что стал известен результат ватерпольного матча в розыгрыше мировой лиги между сборными России и Германии. Встреча проходила в бассейне спорткомплекса Олимпийский. Соперник оказался сильнее со счетом 9-7. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Смотрите спорт и будьте здоровы. Мегафон. Будущее зависит от тебя.